Ты там долго? У меня вопросы я не писала никакие. Начнем с приветствия, хотя бы. Ты хоть не так развали. Сядь, нормально. Видно, что я приехал. Всем привет. Мы решили подвести итоги, так как мы не успели заснять это все в Сочи. Не было просто времени. Мы решили сделать это сейчас. Свои впечатления, соответственно, о поездке. Хоть мы там были и по делам, особо у нас не было времени отдыхать, что-то смотреть, ездить. Все равно какие-то впечатления у нас уже сложились. То, что мы как бы ездили по делам, но мы посмотрели многое чего. Очень понравилось, очень красиво. Эти горы наскакались от души. Погода как бы радовала нас. В начале была хорошая погода, но у нас не было возможности поездить, что-то посмотреть, где-то погулять. А потом, когда уже освободилось у нас время, более-менее, то был дождь. Да, просто походили, просто посмотрели, просто погуляли. Это был наш район Мамайки. Ну, те, кто часто бывают в Сочи или те, кто там живут, я думаю, они поймут, что это за район. Это отдаленный район от центра. Хотя многие, кого мы встречали, с кем мы общались в Сочи, говорят, что у Сочи нет центра. Сочи простирается по побережью. Он такой продолговатый город идет. Вот у него нет центра. Но я считаю, что есть центр. Центр – это там, где вся движуха происходит, в принципе. Поэтому нельзя сказать, что в этом городе нет центра. Есть. Он есть в каждом городе, даже в самом маленьком. Даже в городе Ступино есть центр. Хотя самого города буквально за 2 минуты можно пройти весь город. Что понравилось или не понравилось? Сам город мне понравился. Центральные Сочи, Мамайка и Адлер. В каждом городе есть своя красота. Но мне не понравились пляжи. Это полная жопа. Мы были на центральном, ну, как можно сказать, центр города, центрального района Сочи. Ну, центр – это там, где ЖД вокзал, получается. И автовокзал, да, морской порт. Мы считаем это центральным. Нам сказали – это центр. Может, так и должно быть, что песочек серенький. Ну, мы все привыкли к песочку светленькому. Ну, одно могу сказать. Ребята, пляжики маленькие. Ну, на тех, на которых мы были, да, они маленькие. Мы не все объездили. Я не знаю, как там сезон летний, да. Наверное, вы все сидите у друг друга на голове. Все очень любят и обожают Сочи. Ну, может быть, кому-то нравится сидеть у друг друга на голове. Мне нет. Мне понравился Адлер. Такой аккуратненький. Да, я тоже за Адлер, потому что там есть чем дышать, во-первых. Вот, центр Сочи дышать нечем. Там выхлопы, там куча дорог, все. На какую бы гору мы не заехали, там уже заселено. Там уже дома строятся, причем высотки или такие обычные дома. Очень, да. Негде погулять. Именно, допустим, если брать, да, центр, кафешки, всякие рестораны, клубы и все остальное. Это, да, это именно вот такая вот светская движуха. Если взять просто обычный отдых, нормальный, человеческий, на природе, там, с семьей, да, поехать, то это Адлер. В Сочи вообще нет такой зоны, куда можно поехать именно вот там с теми же палатками, да, на машине поехать просто на природу, подышать свежим воздухом и по горам полазить. Ну, насколько я понимаю, центр Сочи – это куча бабла, куда можно сходить, сводить детей. И не только детей, и сами сходить. Куча развлекаловки. Во-первых, недаром, да, сравнивают Сочи с Москвой. Все говорят, что в Москве все дорого, в Москве дороже всего по всей России, да, поэтому-то и Сочи также, соответственно, дорого. Мало того, что это курорт, очень большой город, он разросся, олимпийские игры, да, городки, соревнования, все остальное. Поэтому город разрастается, да, он красивый ночью. Это вообще, это не сравнимо ни с чем, когда мы только прилетели. Это останется у меня в памяти, наверное, просто этот вид, вот этот вот, когда все горит, сияет. И я люблю ночной город. Но, честно, жить я бы там не жила. Не из-за того, что там вот эта вот метушня, это городская жизнь, а из-за того, что там, во-первых, дышать нечем, во-вторых, там движение, там пробки постоянные, причем не в сезон, заметьте, серпантины. Мы вот ездили даже на такси на машине постоянно, да, и постоянно тошнило, постоянно плохо. Не знаю, я там себя не очень хорошо чувствовала. Вот как раз, когда мы уехали в Адлер, там больше ровных дорог, не в плане ровности, да, вот именно почек. Меньше серпантина. И поэтому как-то больше, ну, легче переносится. А массово строятся, детских площадок нету. Ну, я так думаю, не каждый родитель потянет. Ну, моя сестра имеет в виду то, что это затратно. Мы были в парке, и там очень много аттракционов, она имеет в виду, и они небюджетные. Не так, как, допустим, здесь даже в Ступино. Наверное, вот сравнимо вот в Сочи с Москвой цены какие-то. Хотя говорят, что в Сочи дешевле, да, но я бы не сказала, не все там дешевле. Да, одинаковые цены, вот как здесь даже в Ступино. Потому что здесь вот в Ступино цены выше, чем в Воронеже, допустим, у нас. Приблизительно вот в Ступино такие же цены, как в Москве. Ну, блин, я не знаю, где там дешевле в Сочи. Если вы куда-то идете, допустим, в Сочи, ну, наверное, так же, как и в Москве. Кто живет в Москве, тому это будет обыденно. Что если вы с детьми куда-то идете, в какой-то, да, там, торговый центр и там куча развлекаловок, то вы знаете, что вам нужна взятенную сумму, да, на то, чтобы там детей куда-то сводить. Здесь то же самое. Там очень много всего. Мне даже самой, хотя я не ребенок, да, но мне даже хотелось. И туда, и туда. Ну, я понимаю, ну, это детские горки какие-то, это детские аттракционы, там. Что с них взять, блин? Один дом, да, вот этот перевернутый. 300 рублей, да? 300 рублей, да. 300 рублей один билет на вот этот перевернутый вверх ногами дом. Хотя там смотреть даже нечего. Я знаю, есть дома, у которых много комнат, причем они такие большие. А там был просто такой детский домик, причем он по-детски обставлен. В общем, короче, такой лохотрон именно для детей. Просто на нас еще так посмотрели, что мы туда хотим. Не знаю, может кто-то и осудит нас, может мы... Да за что осуждать? Мы просто высказываем свое мнение. Просто мне, допустим, если сравнивать, где мы были, вот, да, Анапу, Геленджик и Сочи. Сочи мне напомнил, да, там больше построек, большой город. Я в Москве не была. Но мне напоминает, допустим, Геленджик. В Геленджике тоже. Вот такая вот суета, город. Я уже говорила о том, что кажется обычный город, но рядом побережье. И это еще больше делает этот город востребованным и крутым. То же самое и здесь. Если бы не было рядом моря, да, и побережье, то этот город не ценился бы так. Так же, как и Геленджик. Поэтому, если сравнивать вот эти все три места, то все равно Геленджик мне нравится больше. Да, там набережная крутая, закаты офигенные. Там просто очень даже красиво. Там можно уйти куда-то в горы, да, уехать в горы можно. Там не столько построек, вот этих ненужных, мне кажется, сколько вот в Сочи. Причем жилье продают по таким ценам нереальным просто за квадратный метр. И просто за счет того, что там вот эти вот Олимпийские игры, реклама и все остальное. Я считаю, что это просто шум ни из чего, не особо это такое место, которое требует внимания. Вот реально, я в интернете когда смотрела отзывы про Адлер, мне он понравился еще на видео. Я не помню, какой-то девчонки смотрела. Я вот просто влюбилась в Адлер и все, я там побывала чуть-чуть буквально. И также вот осталось перед таком мнением, что Адлер это вот, Сочи это смотреть есть на что. Там красиво, да, там есть где пофоткаться, там есть где походить, посмотреть. Но это буквально вот один раз. Ну вот, ну, там даже за душу ничто не берет. Красивые места, машины какие-то, да, какие-то декорации. В пробках постоять. Да, больше всего в пробках постоять. И это то, что как раз таки я ненавижу. Одно единственное, что мы можем сказать в Большом Сочи, а мы нашли кафе. Да. Там где. Очень вкусно. Посмотрите инстаграм, у меня там просто все. Кофе и чай. Залеплено этими фотками было. Очень вкусно. Называется мой кофе, да, кафешка. Там сама атмосфера, сами эти залы впечатляют. И уходить не хочется. Красиво, просто уютно даже. Вот что. Вот почему мне кажется понравилось, да, реально. Хоть у нас дома не такая мебель, но вот ты реально, когда приходишь в любой зал, да, как домой, там уютно, какие-то вот эти мелочи, они создают такой некий уют. Что мы можем сказать? Каждый человек должен съездить и посмотреть своими глазами. Я бы, конечно, не советовала, но, допустим, я сестру соглашусь. Мне тоже многие, кто советовал, кто не советовал, но пока своими глазами не увидишь, ты ничего не поверишь, не осознаешь, не побываешь. Честно сказать, уже на день третий уже поняла, что как-то мне в Сочи не очень. Да, съездить стоит, но если вы в Сочи приехали и вам не понравилось, то вам прямиком сразу в Адлеру нужно, потому что вы там себе поднимите настроение однозначно, более-менее придете в чувство. Да, придете в чувство, вам все понравится и со спокойной совестью, как и мы, в итоге сделали и уехали домой. В общем-то, вот такие у нас впечатления были. Может быть, это даже как-то сумбурно. Ну, в принципе, впечатления какие они есть сумбурные. Да, потому что мы там были быстро, причем спонтанно. Мы, мы не, как бы это все планировалось, но, может быть, не так быстро, да, не именно так, как случилось. Надеемся, что наш отзыв как-то вам помог и да, всем пока, всем удачи и удачной поездки отдыхать.